ПОЛИЦИИ 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 Когда он обращается к Баранову, тот ему отвечает, а я не занимаюсь жилищными проблемами пенсионеров. А на самом деле ему это жилье, он имел право, вот по закону тоже одна из взяток, по остаточной стоимости можно выкупить это жилье у города. Скажите, пожалуйста, сейчас уже люди замечают в обычной жизни того, что в магазинах и кафе опять требуют маски и перчатки. Неужели начинается возвращение фашистского режима в ближайшие дни? Я думаю, что на самом деле они сами этого не знают. Все это зависит от того, как вообще все пойдет. Если начнет событие в Хабаровске распространяться на всю страну, то да, для них единственным спасением. Я уже говорил, это коронавирусие, если бы не было этого вируса, его следовало бы придумать. Но я считаю на самом деле, что, конечно, это очень сильно преувеличено, это очень сильно искаженная информация. Ну, как говорится, да, есть... То есть они используют обычное сезонное ОРВИ для того, чтобы лишить граждан обычных прав? Да, да, вообще всех прав, фактически. А сейчас еще не надо забывать, что Москва, она теперь особый статус имеет. Здесь у нас проходит эксперимент ведь. Что с нами живыми людьми? Конечно. Конечно, с нами теперь можно делать все, что можно. Даже вообще никто даже не представляет, а что, какие в конце концов у них права. Да все права. Что хотят, то творят, собственно говоря. И можно даже обойтись и без этого коронавируса. Но я уверен, что как только народ вот соберется, если нас вот здесь вот будет не столько, а в 10, в 100 раз больше. Они тут же опять введут этот... А может наоборот они его не введут, если здесь будет больше людей. Скорее наоборот, мне кажется, как раз Хабаровск оттолкнула ситуацию с введением обратных карантинных мер дальше. Люди, они понимают, что сегодня может вызвать это решение раздражения. Нет ли у вас такого? Вы знаете, это если исходить из того, что люди рассуждают логически, да, то есть если они включают вообще мозги, принимая решение. По-моему, довольно часто ими руководит просто искуп, например. Вот что-то произошло, они с перепугу дали вот такую реакцию, да. И они совершенно не задумываются о последствиях. Вообще вот, по-моему, ну, во-первых, да, сейчас то, что происходит в Москве, это продолжение прошлого года. Продолжение, опять же, разборок между товарищем Кириенко и товарищем Собяниным. Они там не могут поделить, кому достанется Москва, кому пост преемника. И в результате происходит то, что происходит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!